Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Тухватолин Айрат Халитович, представляю Институт международных отношений Казанского федерального университета. Сегодняшняя наша лекция посвящается трём офицерам, трём героям Советского Союза, у которых, в принципе, достаточно были разные судьбы, но, с другой стороны, их сближала их деятельность, а также подвиги на поле боя. Первый наш герой Советского Союза является Баташ Ингельфан Абубикерович. Он родился 1 января 1914 года в посёлке Голубовка. Это ныне город Кировск Луганской Народной Республики. В шахтёрской семье вырос в шахтёрской среде. В 1940 году, уже после совершения своего ратного подвига, стал членом Коммунистической партии. Детство его прошло на Донбассе. Он окончил 7 классов средней школы и горно-промышленный техникум в городе Лисичанске. В 1932 году переехал в Казань и тоже начал работать в заводе. С 1934 года работал участковым маркшейрейдером на шахте номер 22 имени Кирова Голубовского рутника. Это на Донбассе. И тогда же, после очередных реформ в системе Народного комиссариата внутренних дел, поступил на службу в эту организацию и, соответственно, выехал на Дальний Восток, где начал служить пограничникам. При этом необходимо остановиться ещё на тех моментах, что жизнь всех наших героев протекала в достаточно сложных условиях как внутри страны, так и в внешнеполитической обстановке. С началом Великой депрессии 1929 года в Соединённых Штатах в мире наступает структурный кризис, что отражается на ухудшении международной обстановки и росте напряжённости вокруг нашей страны. После захвата Японии, Маньчжурии в 1929-31 годы обстановка на Советском Дальнем Востоке также обостряется. И 9 марта 1932 года японские оккупанты провозгласили на территории северокитайских провинций независимое или марионеточное государство Маньчжуо-Го с целью использования его территории как для захвата остальной части Китайской республики, а также для провокации против Советского Союза. Поэтому и объясняется действие нашего героя, что он в середине 30-х годов выехал именно на Дальний Восток, именно на этот достаточно напряжённый участок. Тем более ситуация начала ухудшаться в 1936 году, после того, как формируется новый агрессивный блок на территории Европы. Это наряду с фашистской Германией достаточно активно антисоветскую деятельность ведёт ещё фашистская Италия, которая одной из первых в 1936 году начинает серьёзные локальные конфликты на территории Африки. А если ещё вспомнить, что в 1936 году в Испании начинается гражданская война, в которой участвовало тоже много достаточно советских военных, и среди которых мог оказаться и Батаршин, но он, ещё раз повторюсь, выехал на Дальний Восток. И поэтому после заключения так называемого антикомментарновского пакта между Германией и Японией, ситуация вокруг Советского Союза также начинает ухудшаться. Германия вынашивала свои интересы на территории Восточной Европы, об этом мы ещё с вами поговорим в ходе нашего сегодняшнего лекции. Япония же, вооружая с одной стороны Маньчжурию, с другой стороны, начиная в 1937 году новую войну уже против Китайской Республики, начинает прощупывать и приграничные территории Советского Союза. Таким образом, Забайкальский край, Приморский край стали своего рода горячими точками на карте взаимоотношений Советского Союза и Японии. При этом ещё не забываем, что территория Монгольской Народной Республики, образовавшаяся в начале 20-х годов, советские пограничники должны были охранять точно так же, как и собственную территорию. Советская разведка в 1938 году установила, что в районе Пасьетского участка советской границы, это в районе озера Хасан, это озеро достаточно небольшое, всего лишь 400 метров в ширину и приблизительно 2 километра в длину, являлось достаточно удобным, так скажем, местом для возможной провокации. При этом японцы ещё с 1936 года искали соответствующие участки для проведения своей провокации, которая имела целью выявить обороноспособность и силу Красной Армии, а также пограничных отрядов НКВД. И вот в районе Пасьетского участка советской границы, одной из спорных, там буквально речь шла о небольшом, так скажем, участке, о вершине Сопки безымянной, к лету 1938 года подтянули достаточно большие силы. Три пехотные дивизии, кавалерийский полк, механизированную бригаду, тяжёлую и зенитную артиллерию, три пулемётных батальона и несколько бронепоездов, а также подтянули авиацию. Их действие готов был поддержать и подошедший к устью реки Тумень-Ула отряд боевых катеров в составе крейсера, 14 миноносцев и 15 военных катеров. Японцы предполагали, что если Советский Союз решит обороняться весь Приморский район, то они смогут сначала сковать силы Красной Армии, а затем нанести разящий удар вот как раз на территории дороги Краскина-Раздольная и окружить пограничные части и, соответственно, вынудить Советский Союз подписать новый мирный договор на достаточно неудобных, так скажем, условиях. В пограничных войсках Батаршин начал служить уже с 1936 года, как я говорил, и в 1937 году, он завершив школу младшего командного состава по Сьетском пограничном отряде, начал служить в этом же участке. Он был командиром отделения маневрной группы этого погранотряда и младший командир Батаршин 31 июля 1938 года в бою в районе высоты Заозерное, прикрывая командный пункт начальника погранотряда полковника Гребенникова, подавлял огневые точки противника. Нужно сказать, что боевые действия здесь начались чуть раньше, еще 28 июля, и основные, так скажем, тяжесть боевых действий пришелся именно на эти дни. Батаршин, соответственно, в составе пограничного отряда оказался в окружении, и для того, чтобы спасти товарищей, в первую очередь своего командира, он привлек огонь японских самураев на себя, обеспечил отход своих бойцов, и, будучи раненым, смог, не теряя силы духа, продолжая сопротивление, отыскать на поле боя тяжело раненого командира и, позвав на помощь санитаров, а также других пограничников, вынести его с поля боя. Ночь на 1 августа 1938 года его отделение успешно вело бои с численно превосходящим противником как раз у высоты Заозерное. И вот за мужество и героизм, проявленные при защите государственной границей Советского Союза, указом Верховного Совета СССР от 25 октября 1938 года, младшему командиру Батаршину Гельфану Абубикеровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина. После учреждения знака особое отличие ему была вручена вот сама медаль звезда Героя Советского Союза и Батаршин стал одним из первых пограничников, который был отмечен высшей степенью отличия Советского Союза. В скором времени начинается Великая Отечественная война. Батаршин, как, соответственно, служащий Народного комиссариата внутренних дел, был направлен на Запад. Соответственно, в 1941 году во время тяжелейших боев в районе Украины, а также Подмосковья, ему было поручено вывести из окружения те или иные части, оказавшиеся в тылу врага. С этой задачей он также справился блестяще и командовал батальоном 157-го пограничного полка войск НКВД по охране тыла Центрального фронта. С началом уже февраля-марта 1943 года начинает работать и в контрразведке, известной под названием СМЕРШ. Ну, это была сводная контрразведка, туда входила и, соответственно, военная контрразведка, а также наиболее опытные сотрудники НКВД также были направлены в эти части. С 1945 года он уже проходит службу в должности заместителя начальника отдела, а в 1947 году Батаршин был вызван Токийский международный трибунал над японскими военными преступниками, где давал соответствующие свидетельские показания о японских провокациях на территории Маньчжури, о японских зверствах. Тем более, у него было достаточно большое количество документального материала, так как, будучи рядом с границей, естественно, со слов перебежчиков из Китая, они накапливали необходимый материал, который был использован для суда над военными японскими преступниками во время Токийского трибунала. И вот 11 декабря 1947 года, возвращаясь с процесса, майор уже к тому моменту Батаршин погиб в авиационной катастрофе, самолет попал в Тайфун и упал в Тихий океан неподалеку от Владивостока, и эта трагическая смерть оборвала жизнь витного героя Советского Союза. Еще раз повторюсь, одного из первых пограничников в последствии года Великой Отечественной войны именно пограничные войска Народного комиссариата внутренних дел покроют себя славой в первые дни боевых действий. Вспомним здесь, например, подвиг героев Брестской крепости, среди которых участвовал тоже наш земляк, тоже майор Гаврилов. Необходимо вспомнить и других наших пограничников, а также истребительные батальоны, которые уже действовали в тылу врага, организовывая диверсионные группы и партизанские отряды. Таким образом, вклад пограничников в Великую Победу был достаточно весом. Именем героя Советского Союза Батаршина названа улица в Казани и его родном городе Кировске, ныне входящий в состав Луганской Народной Республики Российской Федерации. Имогельфана Абубикировича Батаршина присвоена почетной республиканской вахте памяти на посту номер один города Кировска Луганской Народной Республики. Следующий наш герой – это Баталов Федор Алексеевич, 1900 года рождения. Он родился 29 августа 1900 года в городе Казань в семье рабочего. Окончил начальную школу, устроился на работу. Но тут начинаются события февральской и октябрьской революции 1917 года. 17-летний парень, естественно, оказался вовлечен во все эти бурные события. И уже с 1918 года, то есть с момента образования Красной Армии, он вступает в ее ряды и участвует в боях в районе Казани, а также в военных действиях в Восточном фронте. В 1927 году, в возрасте 27 лет, он вступает в ряды коммунистической партии. Соответственно, партия, учитывая его боевой опыт, отправляет учиться в военную школу, которую он завершает в 1929 году. А в 1939 году заканчивает курсы выстрел и, соответственно, пополняет ряды командного состава стрелковой дивизии, расположенной на территории современного Ульяновска. В 1939 году начинается очередной конфликт. Мы же на примере прошлого героя видели, что внешнеполитическая ситуация перед Советским Союзом была достаточно сложной. Кроме боев у озера Хасан, в 1939 году произошли бои на Холхенголе, где тоже было присвоено звание Героев Советского Союза. И в последующих передачах мы еще о них тоже поговорим об этих наших героях. И необходимо ответить, что бои при Холхенголе начались в конце мая 1939 года и завершились только в середине 1939 года, когда уже вовсю развернулась Вторая мировая война. И вот в ноябре 1939 года начинается новый военный конфликт, в котором как раз принимают участие баталов. Это так называемая Зимняя или Советско-финская война. Сейчас, конечно, оценки по поводу этой войны разнятся, но хочется здесь, соответственно, привести слова народного комиссара иностранных дел Советского Союза Вячеслава Молотова, который заявил, что эта война стала, причиной этой войной стало то, что финское правительство, идя на поводу у поджигателей войны, французского и британского правительств, не пошло на определенные уступки, на определенный размен территорий, вследствие чего и началось это тяжелая, в принципе, в том числе и для Красной Армии и для армии Финляндии Зимняя война. Эта война завершается в марте 1940 года. В ходе этой войны баталов проявил себя тоже героически и за активное участие при переходе через укрепление Маннергейма был награжден орденом боевого Красного Знамени, на то время второй, так скажем, по важности орденом Советского Союза. В июне 1941 года над страной нависла огромная угроза. На западной границе вермахт собирает мощные дивизии, мощные армии, три группы армии, север, центр, юг. Всего немецкое командование туда пригнало почти 6 миллионов военнослужащих, тысячи самолетов и танков, десятки тысяч артиллерии и готовился нанести против Советского Союза решительный и мощный удар. Гитлер же рассчитывал, согласно плану Барбаросса, завершить эту войну в течение так называемой летней-осенней кампании 1941 года и, соответственно, к осени 1941 года выйти на линию Архангельск-Астрахань. Цели Германии в этой войне были следующие. Во-первых, расширение так называемого Левенхраум, то есть жизненного пространства для немцев за счет присоединения восточных территорий с плодородными землями, под которыми понималась Прибалтика, Украина, Северный Кавказ. Во-вторых, разгром Красной Армии, уничтожение советского государства, раздел территории и богатств Советского Союза между Германией и ее союзницами, создание на просторах Советского Союза мелких государственных образований, которыми бы управляли немецкие эмиссары, и образование, соответственно, территории колониального и полуколониального типа, а также уничтожение так называемого неполноценного населения из числа представителей низшей расы, и это, соответственно, исходя из человеконенавистической расовой теории, которой придерживались нацисты. Соответственно, оставшиеся часть должны были подлежать анимечиванию и, соответственно, должны были превратиться в рабов или крепостных немецких колонизаторов, тем более своего рода эталоном введения внутренней политики на захваченных территориях. Гитлер видел действия Британии на территории, соответственно, Британской Индии. Нарушив советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 года нацистская Германия, 22 июня 1941 года вероломно напал на Советский Союз. 22 июня 1941 года, 12 часов дня, по радио с заявлением советского правительства выступил Вячеслав Молотов, выразивший уверенность в поведе над агрессором, и война с первых дней получила название «Великой Отечественной войне». По всей стране, в том числе Белоруссии проводилась мобилизация в действующую Красную Армию военнообязанных запаса нескольких возрастов. Что касается Баталова, то Баталов-то в это время уже после завершения финской войны в 1940 году был уже достаточно опытным командиром, и уже тогда же он был направлен на службу на территорию современной Белоруссии. Его полк находился в районе города Гротно, где, соответственно, велось строительство новых оборонительных линий. Он был достаточно опытным командиром и, соответственно, хорошо разбирался в инженерных сооружениях. Именно поэтому его и направили в этот регион на тот момент, который становился достаточно опасным в том плане, что именно здесь могла начаться новая война, что и, в принципе, случилось 22 июня 1941 года. Главный удар по советским войскам Белоруссии немецкая армия нанесла в районах Бреста и Гротно. Уже в первых боях войска противника ощутили на себе такую мощь сопротивления, какой они не встречали во время боевых действий в Западной и Центральной Европе. Несмотря на то, что части Красной армии 23 июня 1941 года оставили Гротно и отошли за Неман, советская танковая дивизия контратаковала противника и отбросила его на Запад на несколько километров. Причем получилось, даже достаточно были интересные случаи, когда, например, экипаж одного из советских танков ворвалась в одиночку в город, соответственно, создало паническое настроение у находившихся в городе немцев. Они решили, что прорвался не один танк, а прорвалась целая бригада танковая. Соответственно, там начинается паника и, разобравшись, что к чему, в течение нескольких часов попытались уничтожить экипаж этого героического танка. Были и такие случаи. Или достаточно вспомнить о событиях Брятской крепости, которая держалась еще месяц до 22 июля 1941 года, к тому моменту, когда боевые действия уже разворачивались ближе к Смоленску. Более месяца шли бои и за Гомель. Город защищали не только войска Центрального фронта, но и 6700 ополченцев и около 3000 бойцов истребительных батальонов, которые были созданы органами НКВД. Еженедельно на строительстве оборонительных объектов города трудилось более 10 тысяч гомельчан. Под стенами города Вермахт потерял почти 80 тысяч солдат и офицеров, около 200 танков и 100 самолетов. Это были действительно катастрофические для немцев бои, потому что всего в течение первых месяцев ведения боевых действий они потеряли приблизительно два с половиной раза больше своих солдат и офицеров вообще на территории всего Советского Союза. К началу сентября 1941 года вся территория Беларуси, несмотря на отчаянное сопротивление бойцов Красной Армии и пограничников, была оккупирована фашистскими войсками. Батальон 437-го стрелькового полка под командованием капитана Федора Баталова. 14-18 июля 1941 годов во время сражений у города Жлобина и Рогачева Гомельской области, в ходе которых поочередно окружил и занял села Придорожное, Заграти и Заводное, отразил мощную контратаку противника и занял депо станции Жлобин, тем самым ненадолго прервав, соответственно, логистику нацистов. Указом Президиума Верховного Совета Советского Союза о присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Красной Армии от 9 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявлении при этом одваги и геройства капитану Баталову Федору Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Но, к сожалению, получить эту награду он уже не успел, да и, скорее всего, новость о награждении его званием Героя Советского Союза тоже вряд ли смогли получить, потому что боевые действия были очень серьезные, связи с Большой землей практически отсутствовало. И 17 августа 1941 года капитан Баталов погиб в бою в районе села Скепия Гомельской области. Он был похоронен на месте гибели и, кстати, сохранились документы. Первоначально, под 21 августа 1941 года, в документе было указано, что Баталов пропал без вести. И, соответственно, соответствующая похоронка была направлена его жене, находившейся в то время в Ульяновске. Но в скором времени стало известно о его гибели и, соответственно, следующим документам уже направили похоронку. Образ капитана Баталова нашел отражение в песне. Слушают отряды песню фронтовую, созданную неизвестными авторами в первые месяцы Великой Отечественной войны. Но пока что пуля мимо пролетела, и пока что подступ к смерти отдален, и пока в атаку капитан Баталов на геройский подвиг был батальон. Так что Баталов является одним из первых уроженцев современного Татарстана, который получил звание Героя Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. И, соответственно, его образ тоже увековещен. Тоже, соответственно, в нашем республике помнят подвиг нашего героя капитана Баталова. И, соответственно, он погиб таким образом уже в первые дни боевых действий. Так, соответственно, своим подвигом приблизив нашу победу. Следующим героем Советского Союза является Ахмедшин Ягофар Ахметович, 1924 года рождения и погибший в 1945 году. Ягофар Ахметович Ахмедшин был лейтенантом, командиром взвода 1348-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии. Родился в 1924 году в селе Кутлуево Осикеевского района Оренбургской области. Родился он в семье крестянина. Его отец, соответственно, Ахмед Ахмедшин был, в свою очередь, председателем сельского совета села Кутлуево, один из активных участников коллективизации в селе. И в 1938 году, когда ему исполнилось 14 лет, Ягофар становится членом комсомолка. До этого он заканчивает семилетнюю школу у себя в деревне. И после окончания школы учился в педагогическом училище, соответственно, хотел получить профессию педагога. И, соответственно, вернувшись домой, начал работать у себя в школе. Детство и юность Ахмедшина прошли, опять же, тяжелой крестьянской работе. Соответственно, уже после того, как здесь был образован колхоз, он, соответственно, будучи школьником, также активно помогал родителям и работал в колхозной эстраде. Всю колхозную крестьянскую жизнь узнал вдоль и поперек. Началом войны 1941 года, 22 июня, уже с объявлением мобилизации, сначала был призван его отец Ахмед Ахмедшин, который поручил сыну всю семью, так как он был старшим в семье. Он, соответственно, выехал на фронт, но уже осенью 1941 года приходит на его имя похоронка о том, что Ахмедшин погиб в боях под Ленинградом. И в декабре 1941 года молодой уже Ахмедшин Ягафар, будущий ему всего лишь 17 лет, был призван в ряды Красной армии. И сначала он завершает Краснохолмское военное пехотное училище. И в 1943 году был направлен на фронт, принял участие в боях под Сталинградом, на Курской дуге, на Воронежском, соответственно, Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах. Соответственно, во время Курской битвы участвовал в оборонительных боях под Воронежем, а также принимал активное участие в освобождении Восточной Украины, Белоруссии и Восточной Польши. В 1944 году как раз и наступили самые горящие боевые действия, в которых принял участие Ахмедшин Ягафар. Именно в 1944 году советское командование, учитывая все предыдущие стратегические ошибки, наконец-то получило необходимый военный опыт. И было спланировано 10 мощнейших операций по разгрому противника на территории Советского Союза и сопредельных территорий, которые вошли в историю так называемые 10 сталинских ударов. И вот одним из центральных жемчужин, можно сказать, таких операций стала операция освобождения Белоруссии, получившая название операции Багратио. Если предыдущий наш герой Баталов участвовал в оборонительных сражениях за Белоруссию и погиб в районе Гомеля, то другой наш герой Ахмедшин Ягафар, наоборот, уже участвовал летом же 1944 года в освобождении Белоруссии. За свои подвиги он был награжден орденом Красной Звезды, а также медалью, звание Героя Советского Союза, которое, правда, ему было присвоено уже посмертно 24 марта 1941 года за отвагу и мужество, проявленные в боях на территории Польши и Белоруссии. Еще в сентябре 1944 года, уже на излете операции Багратион, 399-я стрелковая дивизия в составе войск фронта 2-го Белорусского фронта, вела наступательные бои в районе города Остров Мазовецка, а затем уже принялась за бои за полное освобождение Польской Республики. В передовых отрядах был и взвод, которым командовал лейтенант Ахмедшин, и десантом на броне танков бойцы углубились в расположение противника, нацисты предприняли попытку окружить этих смельчаков. Но десантники вступили в бой с превосходящими силами противника и уничтожили около 60 фашистских солдат и три противотанковых орудия. Кроме того, им удалось перебраться через реку Нейман и взять определенный небольшой плацдарм, который они защищали в течение определенного времени, пока сюда не подошли основные силы Красной Армии. И, соответственно, благодаря этому подвигу уже в январе 1945 года среди прочих, так скажем, представителей командующего состава Ахмедшину было присвоено звание Героя Советского Союза, тем более он тоже в этом бою проявил себя героически, лично уничтожив нескольких немецких солдат и уничтожив артиллерию противника. В январе 1945 года начинаются новые наступления Красной Армии, одно из решающих наступлений Красной Армии, после которого передовые части Красной Армии выходят уже границам Германии, и в ходе этих боев батальон Ахмедшина также участвует в тяжелейших боях в районе Варшавы. 17 января под командованием Ахмедшина первой ворвалась с боем в поселок Корнёво. В этом бою с контратакующим противником лейтенант Ахмедшин погиб смертью Храбрых и до последней секунды своей жизни 20-летний офицер вел огонь из пулемета, уничтожив десятки гитлеровцев. Храброго лейтенанта с воинскими почестями похоронили в местечке Карнево, это на территории центральной Польши, и, соответственно, память о нем желаю еще достаточно долго. Что касается дальнейшей памяти Ахмедшина Ягафара Ахмедовича, можно сказать, что его имя носит школа, средняя школа Кутлуевская, школа Осекеевского района Оренбургской области, где он и учился. Там же есть, соответственно, музей, посвященный ему, где хранятся его личные вещи и письма родителям, точнее матери и братьям. Также там поставлен бюст в честь этого героя Советского Союза. Таким образом, Ахмедшин не дожил до Великой Победы буквально нескольких месяцев, трех буквально месяцев. Несмотря на это, его действия как офицера, патриота тоже получили призвание среди верховного руководства страны. И, несмотря на достаточно молодой возраст, Ахмедшин становится героем Советского Союза, к сожалению, посмертно. Мы сегодня с вами рассмотрели подвиги трех наших с вами соотечественников, у которых, казалось бы, разная судьба, но, с другой стороны, их сближает безотчетная верность Родине, готовность положить жизнь за Родину, участие во различных конфликтах, которые были накануне и в ходе Великой Отечественной войны. И, к сожалению, двое из них погибли еще в ходе боевых действий. Баталов погиб в начале боевых действий в Белоруссии. Ахмедшин, соответственно, отомстив за Баталова, погиб уже на территории современной Польши зимой, весной 1945 года. А что касается Батаршина, то он трагически погиб уже после войны, ощутив ту гордость за свою Родину, которая сумела одержать победу над грозным врагом нацистской Германии и милитаристской Японии. На этом сегодняшнюю лекцию завершаем. Надеюсь, что эта лекция станет соответствующим новым циклом рассказов о тех или иных героях не только фронта, но и тыла. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok